Всем привет! Меня зовут Даша Мельникова, и мы прилетели в Милан. Хочу вам показать, какой здесь будет отличный шопинг, куда сходить, какие магазины стоит посетить. А пока смотрите, какая красивая площадь дома. Как всегда, здесь огромное количество голубей. Я в Милане второй раз, была бы год назад, мне очень-очень понравилось. Это просто рай для шопоголиков или просто кто интересуется модой. Запишу для вас небольшой обзор по магазинам в Милане. Потому что мы здесь всего лишь на один день, и сегодня же вечером мы уже улетаем в Ниццу. И в Ницце я вам покажу настоящий шопинг по-французски. А сейчас кусочек Италии. Он мне люди даже в камеру машут. Вообще, этот ColorSoup Benetton я очень люблю. В Петербурге, правда, у нас всего один магазин на Невском проспекте. К сожалению, коллекция не всегда полностью представлена, а здесь-то огромный магазин. Benetton всем известен как отличный магазин с базовыми вещами и прекрасным трикотажем. Хотела показать вам хорошие вещи из Кашемира, но, к сожалению, обошла весь зал. На первом этаже как раз женская одежда. И здесь почему-то совершенно не оказалось. Видимо, это было только в зимней коллекции. Сейчас представлены трикотаж только в Катоне. Тоже неплохое. Сейчас дойдем и покажу вам. А сейчас посмотрите, сзади меня внимательно. Очень актуальная коллекция в таком круизном морском стиле. Соломиная шляпа. Вот видите, сзади меня с широкими полями. И такой вот неровный, нечеткий край. Это как раз тренд этого сезона. Если вы обладаете достаточным ростом, то я думаю, что вам подойдет. И самое интересное, что если вы выбираете белую, темно-синюю полосочку гамму, то это никогда не выходит из моды. Это каждую весну и каждое лето возвращается. Так что вот это можно смело брать. Ну, из всей коллекции, которую я здесь нашла, мне больше всего приплюнулась вот эта вот куртка. Она достаточно бесплодного хлопка. С такими минималистичными кубовицами. Стоит она 79 евро. Выглядит вот так. Это отличная вещь для прогулок. Относится тоже к базовым. Вот ее бы я рекомендовала. Еще мне понравился такой сарафан на тонких бутылках. Но это, конечно, уже для тех, кто собирается в жаркие страны в отпуск. И обратите внимание на самую интересную деталь. Это вот такой узелочек, завязка в районе груди. Тоже такой микротренд этого сезона. Вот так этот же сарафан выглядит, но только в темно-синем цвете, в темно-синем варианте, как на манекене. Мне он так больше нравится даже. Мне кажется, интересно смотрится. Еще из интересных вещей моих находок – это вот этот пиджак. Ничего он не напоминает. Мне кажется, вот такие вот пуговицы, как у пальмана. Ну, а данный пиджак выглядит достаточно уверенно. Я имею в виду, что достаточно имеет хорошую структуру и качественную отделку в виде таких пуговиц. Поэтому вот эта вот хорошая вещь я бы тоже взяла. Относительно стилизации, смотрите, вот представлены манекены. И, как вы могли заметить, очень популярен цвет оливки и горчицы в этом сезоне. Но цвет горчицы мне понравился еще в прошлом, я уже его начала носить. А оливка – это уже что-то новенькое. Это, конечно, больше подходит для натурального стиля, еще в стиле сафари. И сейчас посмотрим целую коллекцию. Ну, вот пошла и наша коллекция. Но вот такие жилетки, честно, я бы, наверное, никому не рекомендовала, потому что очень удлиненные. Будет делать диспропорцию между ногами и туловищем. Соответственно, туловище, видите, кажется, даже на манекене с идеальными пропорциями, достаточно удлиненные. Вот такое сочетание по цветовому варианту мне нравится. Но сам тренч-код, наверное, у клёвки из сальна я бы не стала брать по одной простой причине. Уж больно он халат напоминает. Интересная курка Альтеллати, джинсовый. Ну, по сути, это и есть джинсовый, только она выполнена немножко из такого структурированной плотной ткани. Вот она не плотная. Из всего, что я нашла, мне больше всего понравилось вот такое платье. Платье Макси. На моем росте он будет очень длинным, скорее всего. Но, девчонки, кто повыше, я думаю, что отличный вообще вариант. Стоит она, по-моему, тоже 99 евро. Совершенно недорого. И обратите внимание вот на пиджак подобного кроя и структуры. Вот это то, что я не порекомендую брать никому. Хоть и Бенетон, конечно, славится своим качеством, но в данном варианте, мне кажется, уже видно. Особенно по заломам на рукавах. То есть люди уже его взяли, померили, повесили. А уже выглядит, как будто его поносили, и ему лет 10, а то и 20. Не берите. Такое не рекомендую. Вот этот тропический принт очень отдаленно мне напоминает в этом сезоне принт Диор. Правда, там была такая зарисовка на тему сафари, а здесь больше как тропический джангл. Вот еще альтернатива джинсовой куртки. Куртка в свете хаки, такой светло-светло-зеленый. И как раз к стилю сафари мы очень подошли. Вот и образ стиля сафари. Смотрите, даже сумочка у меня очень даже подошла к этому топу. Топ, который я показывала, так же, как платье с отделкой. Ну, вот такое рифленое, скажем, кружево-некружево. Куртку взяла немножко тесноватую, взяла бы на размер больше. Это у меня S итальянская 42. Классные шорты. Шорты достаточно хорошо держат форму. Стопроцентный хлопок. И белые кроссовки. Вот такой вот образ на каждый день. Показываю вам обрезы именно только в примерочной. Потому что мне в магазине Benetton на площади дома не разрешили снимать. Поэтому обзор был не очень полным, к сожалению. Но покажу на себе то, что я взяла в примере. Взяла такой пиджак, который уже показала в стиле Balmain. Вот в деталях его очень симпатичная пуговица. Такая рифленая текстура. Тоже в составе очень много катона. Сейчас посмотрю по этикетке, попозже покажу. К этому ко всему подошла такую расслабленную с шитьем музычку. У нее немного такой спущенный рукав. Она достаточно свободного прямого кроя. На мне размер S. А вот пиджак я взяла M. Побольше. Потому что слишком очень узко сидит. Если взять размер в размер. Также нашла классные брюки чимусы темно-синего цвета. Кроссовки мои. Потому что здесь как-то обувь не очень разнообразно представлена. Поэтому показываю все с белыми кроссовками. Обратите внимание, как универсально они подходят практически к любому образом. Вот так вот выглядит блудочка. У нее спущенный рукав. А здесь никаких выточек нет. Что касается брюк. Видите? Я специально вам показываю. Вот это правильная длина. Так они должны выглядеть. Это длина. Укороченный брюк 3 четверти. Я на свой рост небольшое подогнула. Чтобы вам показать. Потому что так они у меня были достаточно длинны. Ну и последний мой образ. В круизном стиле. Вот такой укороченный топ. Темно-синий. Там еще был белый. Он вискозный. Достаточно легкий. И шорты с высокой посадкой. Шорты взяла подлиннее. Вообще, если берутся такие укороченные вещи, берите максимально высокую посадку. Чтобы тут линия талии практически не прослеживалась. Чтобы более смягчить, наверное, всю откровенность образа, я взяла такую свободную куртку в морском стиле. Мне кажется, для прогулок на катере будет очень актуально. Особенно те, кто из Петербурга. Вообще, у меня сегодня как-то настроение, видите, под темно-синий сочетание с белоснежным. И опять же, заметьте, мои кроссовочки, как всегда, сюда отлично подходят. Следующий магазин, к которому мы пойдем, это Intazos Stories. За мной его название. Правда, здесь, возможно, вам не очень хорошо видно. Я напишу внизу. Напротив идет представление, поэтому, извините меня, может быть, не очень хорошо слышно. Хочу показать вам этот магазин. У них очень интересный дизайн, немножко с налетом винтажности. Очень качественные вещи из натуральных материалов, поэтому сейчас пойдем и посмотрим. В России, к сожалению, не представлено, но я потом вам напишу и расскажу, как можно купить все по интернету с доставкой, но через Америку. Вот такие красивые манекены у нас здесь представлены. Заметили? Опять горчичный лидирует с белым и с коричневым. Впереди летняя коллекция купальников. Очень интересный дизайн. Кстати, сумочка похожа на дизайн, есть манга. Обратите внимание на очень популярный в этом сезоне оттенок грязно-коралловый, коричневый. Я даже не знаю, как его правильно назвать, но примерно вот так. И детали на купальнике в виде бантиков. Тоже такой трендик. Вот купальник в ретро-стиле. Примерно такого же оттенка с пуговицами по черепашку, с высокой талией. И вот с такими перекрещивающими частями впереди, с завязочками, тоже очень актуален. Очень много представлено в бежевом и в таком оранжевом-желтом-горчичном оттенках. Буду сейчас искать блузу на запах. Мне кажется, я ее нашла. Вот так она выглядит. Тоже тут черепашка в отделке на поиск. В Endos Stories примерочных отличное освещение, поэтому могу вам показать все оттенки, как они есть в действительности. Размерная сетка здесь идет размер-размер. Я обычно беру нижнюю часть 36, верхнюю иногда 36-38. Поэтому, в принципе, с размерами тут не трудно как-то угадать. У них все соответствует, скажем так, стандартному представлению SM. Я имею в виду, что примерно как они полноразмерно идут, так они здесь и представлены. Вот приглянулся мне вот такой свитшот молочного оттенка. Просто, мне кажется, молочный благороднее выглядит, чем чисто белый. Чисто белый я люблю или в футболках, или уже в хлопковых рубашках классического прямого кроя. А все, что остальное, я предпочитаю, особенно в трикотаже, чтобы это был вот такой мягкий-мягкий оттенок. К лицу дает свежести. Он, ну, как-то более изящно подходит, что ли. И, смотрите, к этому пуломеру я подобрала юбку на высокой посадке. Она сделана из денима. Юбка мидия с такими пуговицами, в том, в серии длины. И прострочка с светлым оттенком. Видите, опять актуален вот такой кирпичный, коралловый цвет. Тут очень много его вариантов и оттенков. Вот эта юбка мне, пожалуй, приглянулась. Я думаю, что, наверное, и в других, конечно, марках можно посмотреть. Но здесь она очень неплохо выглядит. Сейчас покажу вам остальные образы, которые засниму. И напишите мне, какой образ вам понравился больше, на ваш взгляд. И вообще, идет ли мне вот такая немного ретро-тематика? Или, может быть, что-то более интересное, поярче? Вы бы хотели, чтобы я вам показывала комплекты. Девчонки, новая фишка этого лета – это платье в бельевом стиле. В этом сезоне они очень стали популярны. Обычно они выполнены или из атласа, или из сатина. Здесь, по-моему, это представлено на свискозе. Извините, что у меня образы все с кроссовками, но просто здесь огромная очередь. Мне пришло здесь сразу очень много вещей, чтобы вам все показать. Вот, поэтому у меня уже просто в руке обувь не убралась. Хотела сказать, как круто смотрятся подобные платья, хоть спортивные, хоть с каблуками. Если вы оденете каблуки и возьмете маленький клатч, это уже вечерний выход будет. Если вы оденете более такую расслабленную, или плоский ход, или кроссовки, как в данном случае у меня, это вариант на каждый день. Это платье очень по-разному можно обыгрывать. Сверху я одела сейчас свою кожаную куртку, чтобы показать, насколько вот такое шелковое платье атласное очень смотрится классно, с брутальными вещами, очень стильно, сразу прям интересный образ получается. А вот еще мой образ, это же юка. Только я уже, смотрите, взяла интересную футболку. Это просто футболка, но здесь есть очень классный элементик. Вот такие завязки, имитирующие рукава. Но я еще что взяла сверху, набросила толстовку, которую я вам показывала, и завязала ее около горловины вот таким способом. Получается, я продублировала вот этот вот элемент. Но только просто накинула сверху толстовку. Получился очень интересный образ. Еще из находок вот такая интересная футболка вот с такой надписью. Но ничего особенного, но она мне как-то вот приглянулась по душе. Сверху также для образа накинула кухню, что вам было, наверное, интереснее смотреть. И самое главное, это вот такие шорты. Шорты из очень плотного денима, с защипами по бокам, в белом варианте. Очень хороший, плотный деним. Интересная деталь. Именно в районе талии, когда вот здесь идет такая вот защипа в обратную сторону, как небольшая складочка образуется. И последняя моя находочка, именно в примерочной, это вот такая блуза из льна. В горчичном варианте стоит 59 евро. Есть еще наподобие точно такая же, вернее, точно такая же черная. Я бы была горчичной, но сейчас, видите, очень импонирует этот оттенок. Классный ремень с пряжкой по черепах. Его всегда можно заменить на кожаный. Широкий, например, черный и черный, босоножки. Будет тоже очень эффектно смотреться. А вот в этой части магазин очень много винтажного. Прям совсем винтаж-винтаж. Очень популярны вот такие легкие платья на запах. Здесь их просто огромное множество. С цветочным мелким принтом, а-ля такие 60-х. Перехожу к отделу аксессуаров. Вот аксессуары здесь интересные. Аксессуары здесь очень необычные. Вот такие сумочки жесткой формы. С такой дыркой посередине, с ручкой. Все из натуральной кожи. Есть просто кладчик-конверт. И вот такие интересные. И вот такие сложные сумочки из натуральной замши стоят 59 евро. Много плетеной тематики. Но вот такие огромные мне не очень нравятся. Я бы такой не стала брать. И в манго такие точно были. А вот это сумочное ведро мне уже нравится. У нее более структурированная форма. И такой расцвет такой хороший, черный с бежевым. Пожалуй, самых необычных, то, что я здесь увидела. Вот такая вот сумка. Я даже не знаю, как это. Сумка-мешочек. Сколько она стоит? Сейчас посмотрю. Стоит она 79 евро. Вот такой интересной формы. Внутри затягивается. Еще представлены вот такие плетеные сумки. Они уже больше напоминают багет. Сзади еще находится сумка-ведро. И такой огромный-огромный пляжный шоппер. Сумки на пояс. И вот такая миниатюрная сумочка. Тоже мне интересно по расцветке. Сверху имитация крокодила. Спринт леопарда. 49 евро, я так понимаю. Обратите внимание вот на такое платье на запах. Может быть, здесь оно не очень понятно, как сидит, выглядит. Но я уверена, что вот такой крой будет многим по душе. Стоит оно 79 евро. Там в составе вискоза и еще что-то. Дизайн Стокгольм. И цвет мне очень понравился. Такой пыльно-синий, приглушенный. Еще что заслуживает внимание, это такие сумочки-сундучки. Мне они очень симпатичны. Тоже из натуральной кожи. Коричневого оттенка. И еще есть вот такие желтые под крокодиловую кожу. И хочу сейчас померить вот такие босоножки. Тоже крокодиловую. Именно выделка под крокодила в этом сезоне как-то неожиданно набрала обороты. На втором этаже очень много представлено косметики. У них свое производство. Вон сколько всяких флакончиков. Здесь и мыл, и геля для душа, и всякие крема. И декоративная косметика представлена. Очень стильно оформлен интерьер. Много вариантов помады, румян, хайлайтеров. Ну вот стиль подразумевает их направленность, натуральность. Все, что с натуральными, эко, био, ингредиентами. Все, как сейчас модно. Ну, во всяком случае, они себя так позиционируют. Часть коллекции еще представлена в лимонных оттенках. То есть все-таки немножко неонно и сюда добралось. Вот, например, юбки вот с таким принтом. Или очень яркие лимонные джинсы. Пиджак из льна. 99 евро, но для этой марки это недорого. Вполне даже себе. Что-то моя находка. Вот такой тренч, он немного оверсайз. Я взяла 36-й, но он мне велик. Большой мерит. Надо, не знаю, если бы хотеть размер-размер 34. Если на S. Если вы хотите чуть посвободнее, тогда берите 36. 38, я думаю, вообще будет огромный утонеть. Вот, очень качественный катон. Очень плотный. Держит форму. Потрясающе. Вот качество меня просто поразило. За меня тут люди ходят, смотрят, не поймут, на каком языке я говорю. Вот, ну, в общем, как базовая вещь. Тренч-код здесь, ну, огонь. На первом этаже представлено большое количество обуви. Очень современно выглядят вот такие мюля. На устойчивом каблуке из замши, из кожи. Но мне вот все-таки вот такие большие нравятся, с черепаховой отделкой. И большое количество ремней. Сейчас покажу, какой мне понравился. Я его сейчас и возьму. Понравился больше всего мне вот этот замшевый. В рыжем цвете с черепашьей пряжечкой. Вообще здесь ремни очень хорошего качества. Стоит 49 евро. Размер М. Я думаю, мне подойдет. После всего шопинга зашли, наконец, на пироль. Хотела вам показать, какой он красивый. Я о нем очень давно мечтала. В общем, зашли в торговый центр Иношента. На последнем этаже здесь есть красивый итальянский ресторан. Классический, прям с видом на собор, на площадь дома. Посмотрела в торговом центре, пока поднималась. Здесь, конечно, собран только люкс. Но в следующий раз, когда буду в Милане, возможно, вам покажу уже что-то просто красивое, дизайнерское, интересное. Прикольно. Девчонки, нашла самые крутые туфли и сумочки. Только посмотрите, они же шоколадные, желтые, синие, куалетки тебе. Где, вокуда это, кстати? Вокуда нам еще не вижу. Эх, я бы здесь все съела. Какая красота и краснота. А вот и подошло к концу наше путешествие по Милану. Я надеюсь, что видеообзор этих небольших двух магазинов вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я постараюсь для вас заснять как можно больше интересных шопинг-блогов. И напишите мне, конечно, в комментариях, понравилось ли вам все и какой образ понравился больше. Всех обнимаю. Всем пока. С вами была Даша Мельникова. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Даша Мельникова.